Прав ли был Альберт Эйнштейн, когда предсказал, что мы никогда не сможем заглянуть за край Вселенной? Телескоп Джеймс Уэбб наблюдал пустоту в чрезвычайно ранней Вселенной, которая теперь может подтвердить это предсказание. Но что же мы видим на самом деле? Действительно ли это пустота? И может ли она быть началом Вселенной? Возможно, ученые открыли шокирующий факт. Странная пустота в начале времен теперь может подтвердить замечательное предсказание Альберта Эйнштейна. Представь себе, как сто лет назад ученые потихоньку начали заглядывать за краем личного пути. То, что они увидели, поразило их. Сначала это были просто туманности, потом стало ясно, что эти туманности другие галактики. Сначала стали видны малое и большое Магеллановое облака, а затем галактика Андромеды, и, наконец, потрясенные ученые поняли, как много еще галактик существует. На основе этих открытий родились такие идеи, как эволюция галактик и бесконечность Вселенной. Затем Эдвин Хаббл заметил, что далекие галактики удаляются от нас, и родилась идея расширения. Вскоре после этого бельгиец Жорж Леметр придумал Большой Взрыв. Все это происходило немного позже того времени, когда Альберт Эйнштейн представил свои теории относительности. Многие чисто теоретические предсказания исследователя, которые были сделаны в 1910-20-х годах, подтвердились новыми открытиями. Однако Эйнштейн всю жизнь не был уверен, действительно ли у Вселенной есть начало и конец, хотя принципиально принял теорию Большого Взрыва. Тем не менее, Эйнштейн всегда был уверен в другом интересном вопросе. Даже если у Вселенной действительно есть начало и конец, он был уверен, что мы никогда не сможем увидеть эти начало и конец, какими бы хорошими ни были наши телескопы. Как Эйнштейну пришла в голову эта безумная идея, и какое отношение она имеет к пустоте, обнаруженной телескопом Джеймс Уэбб? Разрушительное предсказание Альберта Эйнштейна. Эйнштейн, безусловно, был одним из самых важных физиков 20 века, и он сделал множество предсказаний, которые и сегодня являются краеугольными камнями современной науки. Одним из глубоких соображений было вышеупомянутое предсказание о том, что мы никогда не сможем напрямую наблюдать абсолютное начало Вселенной. И Эйнштейн привел две интересные причины для этого. Во-первых, теория Большого Взрыва и другие основанные на ней теории постулировали, что сразу после Большого Взрыва в течение сотен тысяч лет не было света. Сегодня ученые называют эту эпоху темными веками. Так как же мы могли увидеть момент времени или событий с помощью телескопов, когда света не было? Сегодня даже есть несколько захватывающих ответов на этот вопрос, например, радиотелескопы. Они не видят, а слышат. Но исследователи практически уверены, что Большой Взрыв не был громким расширением, а происходил в полной тишине. По сути, пространство, в котором мог бы произойти слышимый взрыв, на момент Большого Взрыва даже не существовало. Само пространство появилось только с Большим Взрывом и образовалось как следствие этого события. Радиотелескопы обнаруживают волны, которые обычно далеки от слышимого звукового спектра. Космос почти не проводит звук, в межзвездную среду проникают лишь некоторые другие волны, которые можно сделать слышимыми с помощью современных технологий. Поэтому на самом деле мы не смогли бы услышать предположительно беззвучное начало Вселенной. Мы открыли космическое фоновое излучение еще в 1960-х годах и с тех пор очень хорошо составили его карту. Это излучение считается последствием Большого Взрыва, и многие доказательства в пользу Большого Взрыва были получены на его основе. Однако микроволновый фон никогда не приводил нас напрямую к Большому Взрыву. Так что и здесь у нас, видимо, нет способа обнаружить или доказать абсолютное начало или Большой Взрыв. Однако Эйнштейн придерживался мнения и по другой причине, что мы никогда не сможем увидеть весь путь к началу или краю Вселенной. Он считал, что начало будет удаляться от нас все дальше и дальше из-за расширения и удлинения Вселенной, и поэтому окажется, так сказать, вне нашего поля зрения. Альберт Эйнштейн также временами верил в кривизну всего пространства. Это значит, что начальная точка также может находиться за своеобразным горизонтом, который навсегда заслонит нам обзор. А теперь снова представь, что это было в те времена, когда лучшие телескопы были способны лишь размыть соседние галактики. Сегодня мы знаем о существовании миллионов галактик. Во Вселенной, кишащей галактиками, расширяющейся так сильно и становящейся все больше и больше, могло бы быть в принципе трудно видеть далеко. Но это не так. Хотя наш космос так богат, пространства между галактиками и скоплениями галактик настолько велики, что сейчас с помощью наших телескопов мы можем видеть на расстоянии 13,6 миллиарда лет. Это было бы очень близко к Большому взрыву. А с космическим телескопом Джеймс Уэбб мы уже чертовски близко. Но телескоп Уэбб не показывает нам то, что ученые называли Большим взрывом сто лет назад. JWST обнаружил странную пустоту Уверен, ты слышал, что JWST обнаружил чрезвычайно большое количество очень старых галактик, которые теперь даже ставят под сомнение Большой взрыв. Но знаешь ли ты также, что JWST обнаружил странную пустоту, которая может подтвердить предсказания Альберта Эйнштейна о ненаблюдаемости абсолютного начала? Абсолютная пустота — это загадочные места во Вселенной, которые настолько пусты, что фактически противоречат теории относительности. Но как может быть так, что они подтверждают идеи Эйнштейна о ненаблюдаемости начала? Изначально это объяснялось тем, что пустоту считали признаком темных веков, в которых поначалу было не так уж много всего, по крайней мере, ни звезд, ни галактик. Некоторые исследователи считали, что открытие, по крайней мере, подтвердило существование этой эпохи. Но затем последовал шок — темнота оказалась чрезвычайно далекой пустотой. Мы также знаем о более близких и недавних пустотах. Здесь эти пустоты уже представляют собой загадки. Но в чрезвычайно ранней Вселенной пустоты снова становятся научной невозможностью. Они не вписываются в идею однородности Вселенной, которая напрямую связана с идеей большого взрыва или расширения. Пустоты слишком большие и слишком странные. Они имеют неоднородный характер и противоречат некоторым основам нашей космологии. Пустота на самом деле не подтверждает предсказания Альберта Эйнштейна. Однако телескоп Уэбба, похоже, подтверждает точку зрения гениального ученого другим способом. Пока что телескоп не обнаружил никаких следов начала или ранней стадии развития Вселенной. На снимках якобы чрезвычайно ранней Вселенной видны лишь структуры галактики, которые на первый взгляд не сильно отличаются от тех, что мы знаем по Вселенной, которые можем наблюдать более пристально. Могла ли пустота стать началом Вселенной? Теперь возникает вопрос, могла ли таинственная пустота стать началом Вселенной? Мы не можем полностью исключить этот вариант, потому что в конечном итоге мы никогда не узнаем, чем на самом деле являются пустоты. И в наши дни нам также приходится признать, что мы не знаем, как на самом деле началась Вселенная. Скорее всего, пустоты пусты, но и этого мы не знаем наверняка. Не исключено, что в них содержится какая-то материя, о которой мы не знаем. Представь себе темные галактики. Пустоты действительно иногда интерпретируются как некие параллельные миры, а некоторые ученые видят в них рубцовую ткань от столкновения Вселенных в мультивселенной. Другие безумные теории утверждают, что инопланетяне затемнили галактики в пустоте, чтобы собирать энергию. Так что ты уже видишь, что эти загадочные пустоты бросают вызов нашим ученым и приводят к самым безумным теориям. Конечно, вполне может быть, что наша Вселенная была создана в большой пустоте. Сам факт того, что мы не можем доказать обратное, подкрепляет такую идею. Остается вопрос о том, как была создана материя. Что такое сингулярность и на самом деле? Мы уже говорили о небытии, из которого, как утверждается, возникла Вселенная. Если бы это была абсолютная точка отсчета, как бы мы могли ее наблюдать? Ведь это было ничто, а значит, не поддавалось нашему обнаружению. Сингулярность — это точка, в которой все силы либо настолько сгущены, что наше измерение величин и размеров не работает, либо все, что существует, сосредоточено в этой единственной точке. Эта точка состояла из флуктуации возможностей, которые существовали в состоянии полного равновесия. Считается, что неизвестное ранее событие в один прекрасный момент нарушило этот застой, и началось творение. Из этой крошечной точки появилось все, что мы знаем и видим сегодня. Это означает не что иное, как то, что информация для тебя и меня, вся жизнь на этой Земле, каждая звезда и каждая экзопланета содержались в этой крошечной точке из ничего. Вопрос о том, как бесконечно малая точка «ничто» может содержать в себе все, является одной из величайших загадок науки, и на данный момент неизвестно, сможем ли мы когда-нибудь решить эту головоломку. Мы находим эти загадочные сингулярности в другом месте Вселенной, а именно в центре черных дыр. Они, в свою очередь, находятся в центре практически всех известных галактик, а черные дыры — это то, что остается после взрыва звезд определенного размера. По крайней мере, так предполагают ученые. Никто никогда не был в центре черной дыры, и, как мы уже обсуждали, у нас почти нет возможности увидеть абсолютную начальную точку Вселенной, если она вообще существовала. Все основано на расчетах, которые имели смысл до тех пор, пока телескоп Джеймс Уэбб не обнаружил нечто отличное от того, что постулировали наши теории. Телескоп Уэбба показывает, что Вселенная должна быть намного старше, чем мы предполагали, или что ее природа сильно отличается от того, что предсказывали все наши расчеты. Черные дыры также являются одной из великих загадок космологии. Они огромны, чудовищно тяжелы, и все силы внутри них весьма вероятно возрастают до бесконечности. Так что у нас нет возможности когда-либо по-настоящему исследовать эту бесконечную точку, которая едина с сингулярностью с помощью обычных методов. Все надежды сейчас возлагаются на новые суперкомпьютеры, которые с помощью собственного интеллекта смогут расшифровать секреты Вселенной и показать нам истинные связи. С этой целью ученые сейчас заимствуют интеллект квантов, которые, как предполагается, являются универсальными хранилищами информации видимой Вселенной. Тем временем другие технологии создания чипов полагаются на емкость воды для хранения информации, чтобы генерировать необычные вычислительные мощности. Нажми на кнопку подписки, чтобы увидеть еще больше захватывающих видео. Субтитры создавал DimaTorzok